Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру Tower Conquest и сегодня я хочу получить 80 уровень, так что давайте воплощать эту идею в реальность. Ну что же, зайдем на тренировку и заберем кто успел, а успела только одна команда у меня потренироваться. Погоди-ка, а почему здесь никого нету, я не могу понять. Что происходит, черт подери, я ребята выставляю сюда бойцов, а они почему-то... А они почему-то сюда не попадают, с чем это связано я ума не приложу, я точно помню, что я выставлял. И опять их тут нету, с какого вдруг перепуга-то, а? Странно все это, конечно. Ладно, ребята, у нас начался новый месяц, апрель, кстати, сегодня 1 апреля, всех поздравляю, это день шутников, поэтому можете шутить, разыгрывать своих родных и близких и друзей. Но не переборщите с этим делом, чтобы не попасть в неловкое положение. Ну что же, ребятули, ежедневное испытание у нас сегодня, также у нас будет арена, ну давайте быстренько, наверное, начнем с арены все-таки, да? Так, новый сезон, эта арена теперь открыта, апрель, ну естественно, ребята, новая стартовая позиция, серебро. И как всегда нам дадут каких-нибудь легеньких персонажиков, как вы видите, 31 уровня. И мы с вами пройдем, наверное, даже, даже можно вот этим отрядом, но не хочу, можно вот этим. Так, бомбер, так, грифон, слушай, а у нас, наверное, не получится здесь, только лишь потому, что... Потому что у них здесь есть молотильчик, ладно, не будем мы рисковать, давай, наверное, вот этим отрядом пробежимся по-быренькому и все. Всего лишь одну победочку нам нужно, но основная задача получить 80 уровень нам, вот что я хочу сказать. 80 уровень, ребят. Ну что, я думаю, что здесь, наверное, одного молотильщика будет достаточно или же нет. Посмотрим, убьет этот зомби его или нет. Своим взрывом даже, ну, так, грубо говоря, красочку только подпортил на моем молотильщике. То есть, он сейчас один здесь разбомбит базу, причем на изи. Отлично, ребятули. Первое место, ну и так мы с вами здесь простоим. 185 тысяч. Вот такой вот у нас, ребят, рекорд. И опыта 250 всего лишь. Мало, конечно, но главное, чтобы мы были в топе. Так, зайдем в магазинчик и посмотрим. Бесплатно нам дают эльфа. Так, 39. Ребят, сегодня я просто купил вот таких вот баночек, по-моему, штук 5. Много, конечно, слил денег. Но зато, как видите, немножечко нам осталось. Ну, честно сказать, я думал, что у меня идет запись, опять же, видосика, но она шла. Но закончилось место на жестком диске, как всегда. Ребята, у меня тысяча записанных игр, которые я не успел выложить. А если выложил, то не успел удалить. В общем, опять получилось неказистать. Я открыл в той серии сундук друзей. Очень, кстати, хороший ревард там нам выпал. Если я не ошибаюсь, мы, ребята, с вами проапали какого-то босса. А какого, вот и не вспомню сейчас. А, все. У меня выпало, по-моему, 70 карточек на термина. То есть, я его до второй звезды проапал. Ну, что же. А мы с вами продолжаем играть либо в сюжетку. Давай посмотрим ежедневные испытания. Эти девочки мне нужны. Так. Маквоин. Паладин. Лучник и разбойник. А кого мне дадут на выбор? Любого. Слушай, ну вот это хорошо. Раздают любого, значит, я попробую противостоять. Мне, конечно, не дают босса взять с собой. Хорошо. Мы будем, ребят, справляться своими силами. Возьмем джиггернаута. Хм. Против. Кого же нам взять-то против этого воришки, бандосика? Давай возьмем, наверное, баллисту. Слушай, вот такой у меня будет составчик. И я думаю, что это будет замечательно. Надеюсь, что мы здесь с вами разрулим ситуацию. И все будет под контролем. Так. Замок у них хороший. Он у них с фаерболом. Так что, ребята, не собираемся, как говорится, в кучку. Так. Ну, естественно, ребята, вышел разбойник. Сейчас мы его будем подлавливать. А подлавливать мы его будем... Да. Магом-воином, ребята. Упс. И нет его больше здесь. Так. Давай Ронина. Ронин выходит под прик... Ах, он бежит. Он спешит, ребята. Он спешит, как всегда, встретиться со смертью. Но я думаю, что он здесь проживет. А? Круто? Круто, ребята. Ну, а вот и фаербол. О котором я вам говорил. А как это? Интересно получается, да? Разбойник, значит, в инвизии неуязвим. Потому что по нему бомбила моя ульта. И он не получал повреждения. Вот так вот это бывает. Так. Ну что? Баллиста моя подходит. Я думаю, что здесь мы разобьем их. Ну, Ронин, выйдешь хоть раз? Нормально. Нет. Не вышел. Ну, зато... Нет. Даже баллиста моя выжила. У-у-у. Так все тогда? Что тут? Ребят, надо ускоряться. Да и все. Делов-то на копейку. Вот я ульту запускаю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Отлично. Зергуд. Первая победа за нами. Мы с вами получаем 22 карточки мага-война. Это прикольно. Нам нужно получить для нее 5 звезд. Подожди. Или она у нас по фулке прокачана? Слушай, она же у нас вроде бы... Сейчас я гляну. Точно не помню. Она же, по-моему, у нас по фулочке раскачана. Так зачем? Или я путаю? Да нет, по-моему, по фулке. Ну-ка, надо посмотреть, ребята. Этот момент мне нужно глянуть. Нет, не по фулке. Она имеет 4 звезды и 609 карточек. То есть, есть смысл дальше набивать. Помимо этого, мы еще получаем опыт, как ни крути. Так что, ребята, лишними карточки эти не будут. Так, ну что, заберем, наверное, тот же самый состав абсолютно, да? Можно, кстати, взять молотильщика. Давайте, может быть, молотильщика возьмем. Молотильщика Ронина. Возьмем мага-война. И вот так вот. Слушай, я думаю, что таким составом мы, в принципе, тоже должны будем быстренько разрулить ситуацию. Поехали. Самое главное здесь, как можно быстрее накопить нам энергию. Если есть энергия, значит, есть и победа в кармане. Так, ну, естественно, разбончик. Как же без него? Мы сейчас, ребята, его встретим. Встретит его маг-воин. С криками. Получи, паршивец! И я вызываю, ребят, молотильщика. Молотильщик, паладин. Ну, паладин, наверное, здесь с удара снесет моего молотильщика. Ну-ка, посмотрим. Да? С удара. Тогда вызываем джиггернаута и вот так еще применяем ульту. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он тоже врезал. Ронин! Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж ты будешь делать-то? Идет, идет, Ахламон. Ронин его просто встретил, видел? Кия и шея этого разбойника летела в Асваяси. Ну, что я могу сказать? Скорее всего, здесь уже победа будет за нами. Хотя сопротивляю. Маг-воин, конечно, здесь крепкий. Тут я ничего не могу сказать. Упс. Пардончи. И он тоже, ребят, фаербол запустил, а? Ты посмотри, какой жук. Ты посмотри, какой жук навозный, а? Бот-ботом шарит, соображает, как нужно тут разруливать ситуацию. Слушай, вот паладин еще чем плохо, ребята? Он делает дополнительную защиту. То есть, он делает такой синий щит. Это и есть дополнительная защита. Слушай, ну, по-моему, здесь хуже у нас как-то идет игра, когда мы взяли с вами молотильщика. Вы заметили, да? Похуже. До этого было попроще нам. Опять фаербол. Да что ж ты будешь? И лучник уже вышел. Вот так-то. Ладно, давай, Ронин. Пошли. Да и дрить тебе на корень, а. Мак-воин, ты достал уже, серьезно говорю. Вот, Ронин вышел. Чик, сам себя убил. Потому что он, ребят, попал под отражение. Ну. Понятно. Слабоват молотильщик против, ребята, этого. Да давай ускоряться уже, в конце концов. Да, пять тысяч мы потратим. Ну и фиг с ним. Да епрстый. Ну. Как он так делает? У нас 47 секунд. Ой, ребята, слив. Слив, по-моему, тут готовится. Зря я, наверное, все-таки взял молотильщика здесь. Ронин попадает под отражение, естественно, этого мага-воина. 36 секунд. Не сможем, наверное, мы с вами пробить. Не сможем. Ну. Вот у меня отражение стоит. Почему-то им пофиг. Им пофиг. Так, погнали. Так, так, так. Разнесли. И опять выходит мага-воина. Все, ребята. Время, 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 время у нас. Отражение, отражение, естественно. Попадаем под отражение и проигрываем здесь. Не надо было мне молотильщика брать. Надо было брать баллисту. Почему-то я понадеялся, что здесь будет у нас очень хорошо давать крита наш молотильщик. Но я профанулся, ребят. Просто-напросто опрофанился. Да, 7 карточек, грубо говоря, мы с вами лишились. А почему 7? Потому что в этом бою я все-таки заберу 12 карточек. Но на этот раз я не буду глупить. Я возьму свой прежний состав, который у меня и был. В данный момент это башню. Башню смерти, я так ее назову. Возьму здесь Ронина. Хотя Ронин, может быть, нам здесь и не нужен. Мага-воина возьму. Также я возьму Джаггернаут. Я думаю, нет смысла здесь брать. Что-то он как-то не особо здесь хорошо зашпиливает. Вот так вот я, пожалуй, сделаю все это дело. Все. Вот это команда имба. Почему я взял Некрон? Да потому что, ребята, у него здесь есть... У Некра есть скелетики. Черепкена вызывает этих колобков маленьких, которые очень хорошо нам будут здесь помогать. Как раз будут разбивать и защиту мага-воина, и пробивать паладина. В общем, все, что нужно, есть как раз у нашей Некра. Естественно, мы здесь поджидаем. Единственное, кто вот этот вот Ахламон может нам все наши карты спутать. Да-да, именно Бандит. Хорошо, давай-ка, наверное, теперь уже вызывать Баллисту. Сейчас вызовем... Можно вот так вот, кстати, сделать? Ах ты, засеря! Ай-яй-яй! Он то же самое, ребята, сделал. Видите, как она должна выглядеть? Упс! Хорошо пошло. Ну, пробили. Замечательно. Так, а вот тут-то, конечно... Ну? Эй, Некра, ну ё-моё! Ронин, убей его! Ронин убивает. А там-то получается, что я еще и, ребята, пять тысяч зря потратил. Угу. Смотри, смотри, что происходит. Вот так вот. Ладно, давай, Некра, выходи. Оу, подожди-ка, лучник. Лучник здесь не вовремя, не кстати появляется. Не вовремя и не кстати, еще раз говорю. Слушай, без баллиста, наверное, будет тяжело. А он мне не дает, гад, накопить на баллисту. Понимаешь? Вот оно что. Ну? Да убейте вы! Давай-ка вот так сделаем. Что б тебе разорвало-то, а? На тысячу гваделуп. Ты достал уже. Опять у нас, ребята, мало времени, блин. Ну? Что б тебе, а? Ронин, давай. Хорошо, хотя бы так. Я вызову баллисту сегодня или нет? Вот, вызываю, все. Ребят, баллиста вышла. Теперь должно пойти у нас все хорошо. Вот так применим. Чуть-чуть бы сейчас и баллисту бы накрыли бы. Понимаешь? Уничтожили бы они баллисту мне. С отражением, блин. Ну, давай-давай-давай. Да как такое, блин, может быть? Я вот не пойму вот этого вот, а? Как? Как ему, черт подери, удается все это сделать, блин? 32 секунды. Че, опять что ли сфейлились? Получается так? С гребаным фаерболом, а? 25 секунд. Офигеть, блин. Взял, называется, карточки. Угу. В первый раз прошли идеально и все. И на этом спеклись. Пробивает, как будто, я не знаю, как будто тут вообще все, ничтожество какое-то перед ним стоит. 11 секунд. Не, ребят, ну никак. Тут уже... Бесполезно просто-напросто, понимаешь? Бесполезно. 5 секунд. Все. Фейл по времени. Офигеть. Каким макаром вот такое получилось? Я не понимаю, как он так делает. Вот так вот. Не все, как говорится, легко и просто, как оно кажется. Видите? Сфейлился, ребята. Просто на пустом, блин, месте. Ладно. Все. Поехали на основную сюжетку. У нас сегодня 80 уровень должен быть однозначно. Так. И тут 82-83 уровни. Я, наверное... Ох ты. А тут еще энергии нет у меня на отряде. Офигительно. Мы с вами начинаем игру. Я все потратил, да? Все попытки, блин, сфейлили. Ай-яй-яй. Хорошо. Будем противостоять. Значит, здесь грифа есть. Грифон. Паладин. В общем, вся эта трухля, которую она будет очень сильно досаждать. Ух. Ну, ладно. Будем стараться выигрывать. Поехал с Джиггернаут. Грифа вылетает. Фига он там. Единорог. Ядрить его на корень. Давай. Но. Я так понимаю, это бесполезняк был, да? Это был бесполезняк. А вот так вот? Вот так вот нормуль. Так, очень даже нормуль. Я не могу понять. Вы что, не можете уже паладина там что-ли пробить? Или... А, там кто-то хиляет. Там кто-то хиляет. Ну, кто может еще хилять? Конечно же... Жрица, е-мое. Кто еще? Так. Давай, 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 баллиста. Баби. О, ураганчик. Ураганчик вызвали. Я сейчас фаербол туда заряжу, нафиг. К ядре нефиге не смотри. Опа. Красиво. Я думаю, что это было очень красиво. Две баллисточки подошли. Сейчас мы здесь все разрулим. Должны разрулить. И Грифо даже не поможет, если такой вылезет. А он может, кстати, вылезти. Вот и все. Как говорится, не повезло в ежедневном испытании. Так повезет, надеюсь, здесь нам. Третий уровень. И я чувствую, ребят, вот чувствую нутром, что вот-вот скоро мы получим с вами левел ап. Поехали. Так, тут у нас кто? Ага, фехтовальщик. Кстати, фехтовальщик очень быстро. Он дойдет моментально. Поэтому нам нужно вызывать сюда Джаггернаута. Только Джаггер, наверное, может противостоять ему. Ну и в придачу ко всему нам нужно вызвать чумную мышь. Ты посмотри, а. Да, наяривает, конечно, он нехило. Ну-ка. Чумная, чумная, чумная. Прожигай, прожигай. Отлично, прожали. Фаербол. Упс, чтоб не мешался. А, наверное, нам надо было, ребят, скорее всего, вызвать Баллисту здесь. Это было правильнее бы. Сейчас я вызову. Есть еще время, поэтому я вызвал. Ну что, здесь, наверное, можно немножко ускориться, потому что я уверен, что здесь будет победа за нами. Так, Баллисты стреляет, но пока безрезультатно все это дело. Так, забираем и фаерболом приголубливаем. Ну что, ребят, сейчас мы этого паладина разберем, и я думаю, что хана будет в замку. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь там? Разогнался Ахламон. Да, отлично. Ну как, левел ап? Нет. Похоже, еще нет. Ладно. Наверное, пройдем вот эту карту и получим. Скорее всего, будет так. Здесь уже маг, и здесь еще добавляется жрица. Ну и плюс ко всему грифон. Паршивец, и таки. Сложно будет. Будет сложно, я вам серьезно говорю. Сейчас, если он начнет с грифона, это хреново, ребят. А он начнет стопудово с него. Или же нет? Слушай, пока никого не вызывает. Угу, вызвал паладина. Давай я вот так начну. Я начну с баллисты. Смотри-ка, выходит, ребята, жрец позади. Ну, баллиста, я надеюсь, быстренько жреца этого снесет. Упс, отлично. Маг. Идет, ребята, сзади маг. Сейчас начнет тут жарить. Ох, как же он бесит меня, вот этот маг. Он хоть и ватный, но дамага у него, будь здоров. Опа-на, грифончик растерялся, повернулся и сдулся. Мы его заводили. Две баллисты, плюс жрица. Это вот паладин, который хилять будет. Ну, ей сейчас хана. Все. Ты посмотри, что будет, а. Смотри, сейчас, что будет. На, фаерболте, в репу. Все, ребята, маг отдыхает. И мы уже, наверное, думаю, разберем сейчас моментально базу. Давай, 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 джаггеры, крутите свои ручонки. Бомбите замок. Ах, вышел паладин, но это уже не помеха, ребят. Баллиста все равно пробивает, даже через паладина. Ну, что же, получаем или нет? Нет, не получаем. Поехали. Как говорится, без отдыха, без устали, да, без перерывов, без всего будем пробивать. На 80-м уровне нам, по-моему, доступен будет еще один отряд. По-моему, так. Или отряд на набор, или же на этот какого? На тренировку. Ну что, джаггернаут, давай проверим, сможешь ли ты этого одолеть паренька. По идее, должен он. Все, справился. Тут еще один выходит. И также еще паладин суровый. Мне такое впечатление, ребят, что у него паладин быстрее моего ходит. Но это, конечно же, кажется. На самом деле, все не так, все идет ровно. Блин, ты посмотри. Сейчас я, ребята, попробую звездонуть фаерболом. Вот так вот. Упс. Попал, попал, Грифон. А вот заморозочку не хотите ли? Хотят. Прям. А, у нас же это последний уровень. Ёлки-палки. Я с... Чего я тут рассусорюсь-то, ребят? Здесь нужно все намного быстрее делать. Нельзя пасовать. Здесь же босс. К вашему сведению. Если вы забыли. Так, мы будем сегодня... Ага, вон и вышел, ребята, босс-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, дед. Пошли. Погнали, дедуля, погнали. Нам дедуля здесь только поможет. Ну-ка. Упс. Пардончи. Да-да-да, я знаю, что там усиливает свой отряд, но это бесполезняк. На-ка. А? И еще разок. Далеко не уйдешь, гаденыш. Мы тебя все равно достанем. Давай, ребята. На-ка-ся. Ой, еще и ураганчик. То, что нужно для нас. То, что нужно. Так, ну бомбади, чтобы маг не успел. Или успеет? Успел все-таки, он, а? Он успел применить свою магию. Да какой же говнюк, а? Смотри на него. Все, разбираем потихоньку базу. Упс. Это ерунда, ребята. Это все ерунда. Это все терпимо. Так, сколько? 24 секунды. Поторапливаться нужно. Нужно поторапливаться нам. Так, фехтовальщик ты достал уже, серьезно говорю. Минус. Так, добиваем, добиваем. Пробиваем, ребята, башню ему. Ну. Е! Е-су вкус. Отлично! И вот он, долгожданный 80 уровень. Поздравляю нас всех, ребята. И что же нам выпадет? Так, максимальная энергия. 120 тысяч голды и 17 гемов. В первую очередь бежим сразу за апом. Будем апать своих персонажей. 80 уровень. Офигеть просто можно. Где мой супер-пупер-отряд? Вот он, конечно же. Конечно же, я апать буду его в первую очередь. Вот так. И здесь тоже. Видите, потихоньку, ребята, они, когда уровень получают, они все получают даже немножко опыта. Так, и база. Угу. Так, что у нас тут? Что у нас с тренировкой? Я что-то не могу понять. Да, вот. Разблокировать. У-ху! Выбрать отряд. Выбрать отряд. Это что, сколько? 5 энергий. Это я всю энергию должен сюда сбагрить, чтобы поставить на тренировку. Ну, это я буду делать уже, ребят, за кадром. Потом. Отдельно. Тут, короче, как бы эпическая тренировка. А это легендарная тренировка. Ух. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Продолжаем апать. Давай, вот этих вот теперь. Кстати, смотрите, ребят, друидка скоро у нас проапается. На четвертую звезду. Совсем немножко осталось. Буквально 100 карточек. Так. Сколько, по-моему... Ой, ребят, все, не хватило у нас, да? Не хватило, к сожалению. На фулл ап. Ну да ладно, ничего страшного. Зато у нас 80 уровень. И мне это нравится. Я этому очень рад. Сундучок еще вскроем. И нам достается король, крестьянин и 10 тысяч. Понятно. Так, у нас с вами доступна фабрика. На фабрике нас встречает молотильщик и щитобот. И я буду, ребята, их тоже встречать. Наверное... Погоди-ка. А кем бы лучше? Давай, наверное, вот этот отряд возьмем. Тут Ронин. Ронин как раз молотильщика должен сносить, в принципе. На 80-м-то уровне, да? Должен же сносить. Проверим сейчас. И знаешь, что он будет его вызывать в первую очередь? Ну, давай проверим, кто кого. Жук! Естественно мы, ребятули. Естественно мы. Так, а вот щитобот, конечно, какая-то проблема для нас здесь. Но у нас есть маг-воин для этих целей. Давай-давай-давай, сноси-сноси их всех тут. Эй, Ронин, блин, вылез. Как всегда, не вовремя. Поехали. Ульта. Ульта, ребята, нам здесь поможет. Упс. Ой, как хорошо. Дай сюда карточку. Так, ну что, надо вызывать Ронина. Да чтоб тебе ты, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Мы можем, ребята, сплавиться здесь с вами? По-моему, мы сплавились. Как сырки. Или нет? Фух, по-моему, нет. По-моему, нам повезло. А вы еще чуть-чуть и все, и был бы крантарик. Так, давай-ка вот так вот сделаем. По-моему, нам повезло, что он ниндзю не убил. Молотичек. А вот теперь всех похоронил. Годиныши такие. Слушай, мы так будем долго здесь плясать. Он достал уже со своим суперударом этим, а? Серьезно вам говорю? Смотри, сейчас опять вызовет, нет? Будет вызывать? Нет, не вызвал. Фух, хоть здесь его на суперудар не сработал. А сейчас наверняка сработает. Слушай, нет. Слушай, нам надо, значит, выбрать, скорее всего, всадника на журавле. Для подстраховки. Давай-ка я возьму его. 54 секунды осталось. Этого мало. Ты видишь, что происходит? Вот именно для этого я и взял всадника на журавле. Чтобы хотя бы он выживал и не падал здесь. Ну, всадник на журавле, давай подходи к этому, к башне. Бомби башню. Просто он вызывает одного за другим моба. Он не дает мне ничего сделать. Во, все, пошла, пошла маза. Пошла маза и... Да вы разбейте все. Отлично. Карточку отдай сюда. Нормуль, нормуль. Ничего не могу сказать против. Второй этап. Блин, мы на первом этапе так зависли. Офигеть можно. Так, и здесь у нас вся та же самая компашка. У меня прибавляется еще бот-паук, который нас притягивает к себе. И причем он притягивает обычно дальних. Дальников. То есть лучников, дайгорчиков и так далее и тому подобное. Ронин. Что-то, кстати, Ронин здесь у нас уже слабину дает. Вот что я заметил. И удар молотильщика причем сносит сразу же всех. Вот это мне тоже, кстати, очень не нравится. То есть он даже маговоина пробивает. Ты понял, да? К чему я, для чего я это сказал? Поехали. Так. Минус. Что такое? А, ну да. Притягивает, оттягивает. Начинается вот это вот дур сего. Почти весь отряд слег. Офигею просто, блин. С этого молотильщика просто выпускает свою пилу. И все, и все падают. Вот так вот. Вот такой, ребят, расклад. Легкий и простой. Сейчас, не дай бог опять вызовет свою пилу. Нет, все хорошо. Тут нормуль получилась. Давай, Ронин, родной мой. Если бы Ронин, бы здесь, ребята, не подводил бы нас. Вообще было бы все шоколадно. Ну. Пробиваем, пробиваем, пробиваем. Есть. Да вы еживались охламоны. Естественно, победа. Еще бы она не победой была бы. Так, переходим с вами на третий этап. И здесь Джаггернаут. В принципе, Джаггернаут, ну, на данном этапе, я думаю, что он, ну, ничего нам не сделает. Я, ребят, уже давно, кстати, не вызывал ведьму. Вам не кажется? Это подозрительно. А мне вот кажется, что надо бы вызвать ведьмочку. Хотя, против вот этого вот молотильщика, ведьмочка здесь не особо хорошо пойдет. Угу. Потому что он будет выпускать свою пилу, и это будет фигово для нас. Это будет очень фигово. Так, не дай боже, ты выпустишь свою гадость, а? Нет, никто ничего не выпустил. Ну, а сейчас? Ну, конечно же, как же без этого-то? Ладно, давайте, ребят, надо копить нам энергию. О, Джаггернуша вышел. Сейчас начнет тут бомбить. Мог бы начать, но, к сожалению, он замороженный. Ох ты, ох ты, отражение, ребят. А почему он по отражению не наносит себе дамаг, а? Он должен. Так, давай, ведьма, показывай тут на все, что ты способна. Давай ты этого чувачка-то, закемарь. О, погнали. Минус, минус. Минус на минус дает плюс. Джаггернау-то сносим отсюда. И вызываем всадников на журавле. Это, как говорится, подстраховка наша. Мой Ронин, ну, никак не хочет, ребята, выходить. Никак он не хочет бежать, ты понимаешь? Вот это меня просто убивает. Что он вечно медлительный. Хотя он должен вылетать оттуда. Просто шемин там, пулей. Вот, как сейчас, вот, как сейчас он выбежал. Вот так он должен чаще вылетать. А не раз в пятилетку. По-большому, как говорится. Да, ребята, игра мне повернулась ко мне заново. Она сказала, а ну пошел ты, Рэй. И взяла, просто вылетела. Поэтому мне придется заново проходить этот уровень. При этом я, наверное, энергию потратил, да? Вот так вот. Ну что вы скажете? Я думаю, что можно взять вот этот отрядик и попробовать им. Потому что здесь энергии полным-полно. И мы должны здесь с вами справиться. Хотя, фиг его знает. Посмотрим. Тут есть у нас, если что, чумная мышь. Так, погоди, ты куда собрался? Ты куда, блин, собрался, а? Ну-ка, устрой ему, Джаггер. С одной вертушки. Как всегда, он на высоте. С одной вертушки он ложит. А вот здесь уже фигово. Здесь уже, ребят, фиговенько все идет. Так ты этого-то... Вот, наконец-то, созрел. Я думал, сейчас будет тупить. Но доперлось, что нужно уничтожать. Давай-ка две чумных мышки вызовем. Потому что так будет лучше. И оптимально для нас. Тыч! Что? Джаггер не ожидал, но вот так вот мы делаем, да? И баллисту вызываем. А баллиста, кстати, здесь вообще не нужна. Потому что это опасно для нее же самой. Вот почему опасно. Потому что она погибает сразу же. Ну, чумные мыши хорошо здесь себя ведут. Просто обстрел капитальный. Плюс вот эта болотная жижа кислотная, которая разъедает. Вообще четенько все. Ох ты, как это они так прорвались, эй! Говнюки, я что-то не понял. Каким макаром вы умудрились? У вас слишком много здоровья, что ли, я посмотрю? Да, видать, очень много здоровья. Джаггернаута вообще, ребята, не побили нисколечко. Пипец. 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 Не можем. Прикинь, мы не можем пробить. Давай, Джаггер, выходи. Слушай, а что ж тогда мне здесь можно сделать? Ну, фаерболт, это понятно. Давай заморозку сделаем. Пускай они тут все позамороженные пока будут. И я попробую... А, все, замок разнесем сейчас. Хе-хе. Чумные мыши в этот момент плевались и уничтожали потихоньку замок. Ну что же, а мы тогда переходим на предпоследнюю стадию. Здесь добавляется хилбот. Хилбот, естественно, будет лечить вот этого вот щитобота. Плюс молотильщик опять же этот прошивец здесь. А может быть нам вот этот отряд попробовать, а? Как думаешь? Давай рискнем. Рискнем, как говорится. И попробуем пробить. А вот что-нибудь да получится у нас. Ну, мой молотильщик однозначно здесь проиграет. Если будем молотильщик против молотильщика. Поэтому здесь, наверное, надо будет нам... А что нам здесь надо? Блин. Ну, это понятно, ребят. Это стратегия такая еще старенькая. Хилбот, как говорится, под... Именно... Ох ты, он еще и оглушает. Так, давай, 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 давай. Вот этот парень мне нужен здесь. Так, 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 так. Разноси, разноси, разноси их в хлам. Ух. Четенько. Два молотильщика это сила. Попробуем друидку вызвать. Не знаю, получится, не получится. Друидочка, давай, давай, радость моя, выходи. Сейчас будем тут с тобой развлекаться. Ну, я думаю, что одна лишь пила циркуляра может ее убить. Хотя, может быть, она здесь и не понадобится. Посмотрите, мы что делаем там. Расколбас полнейший. Вот и все. Уничтожили. Какие дренифени замок-то? Хе-хе. И последний этап. Кто у них здесь? Термин. Ой, термин. 9085 уровня. Хм. Фух. Ну что, будем пытаться этим отрядом? Или же все-таки нашим имбовым? Хотя здесь он не особо-то имбовый. Если брать по большому счету, да? Давай попробуем этим. Авось получится как-нибудь. Каким-нибудь макаром. Поехали. Термин 9000. Нам поможет здесь какая-то случайность. Либо его застанет, либо его заморозит, либо еще что-нибудь в этом роде. Больше к нему никак не подобраться будет. Молодильчик. Вышел. Хорошо, давай проверим. Вот таким вот образом. Жик. Разобрали мы его. Так, нужен здесь, ребят, прыгунок. Замечательно. Пока все хорошо. Секунды на секунду, ребята, должен появиться, по идее, босс. Поэтому нам нужно вызывать друидку. Ну. Друидка, я жду тебя. Все. Она вышла. Она вышла, и это хорошо. Так, ну что, вызывай там свои эти плюшки. Сейчас же подставляться будешь, а? Отталкивает. Это хорошо. Вот, ты видел, сколько урона, ребята, наносит эта пила? Хорошо, что она сама себя хиляет. Это вообще большой плюс для нас. Термин 9000 вышел. Блин. Он вышел. И начинается жаровня, ребят. Начинается фигня. Давай вызывать этого прыгуна. Попробуем. Может, прыгун успеет? Нет? Не успевает. Слушай, а что тут вообще творится-то? Я не могу понять. Ёлки-палки. Как так? Отойди, отойди, отойди. А как он пробил-то нас всех тут? Что за фигня-то? Я не понял. Каким он образом это сделал вообще? Мне кто-нибудь объяснит? Урон сейчас нанесут, ребят. Сфейлились по урону. Вот так вот. Так, ребятурочки, меня отвлекли маленечко. Это ни о чем не говорит. Не хотелось бы сфейлиться, хотя 27 секунд. Напряженная здесь битва. Я вам серьезно говорю. Очень напряженная. Конечно, я не ждал, что мне очень так быстро уничтожат мою друидку. И как-то так все вышло, да? Была вроде бы такая армия офигенная. И ее так быстро уничтожили. Никак не получается. Этим отрядом не получится у нас, скорее всего. Если бы циркуляра хотя бы при смерти выпускала бы. Вот, все. У нас фейл полнейший и по времени, и по этому идет. Блин. Все. Вот этот вот мелкий подшнырик, который стоит и задерживает мою команду всю. Да тут, короче, фейл. Давайте ускоряться. Это бесполезняк какой-то. Мы так и будем на месте топтаться. Зачем я друидку вызвал? Все, короче, начинаем с имбы. Имбовый отряд я беру. И все, и хана этому термину должно быть. Наверное. Короче, щитобота не могу пробить. Он задерживает своим телом наших юнитов. И они не могут пройти. Так, квесты. Что у нас тут? Запрос. 184 гема. То есть, буквально, ребята, еще 300 гемов. 320, да? И мы с вами сможем открыть еще один эпический сундук. Ладно. Раз у нас здесь не получилось, давай имбой. Имбой будем играть. Этот уровень я должен пройти. Во что бы то ни стало. Фух. Поехали. Сейчас я им устрою, блин. Если все с ведьмой хорошо получится. Блин, ну ведьма тут тоже. Это все молодельщик. Здесь нужно побольше, мне кажется, таких юнитов летающих. Юнитов летающих нужно побольше. Давай попробуем, посмотрим, что у нас получится. Хоп. Убрали. Так, ниндзя. Ладно, пускай будет ниндзя у нас здесь. Так, и потихонечку нам нужно с вами копить на ведьму. Все, ведьма у меня готова. Ну что, справится она, как вы думаете? Наверное, не справится. Наверное, одна, она точно не справится. Ну, ох ты, ничего себе. Ты посмотри, сколько там. Два хилбота сзади стоят. Не бывать этому. Только не пилу. Взял, выпустил, засранит свою пилу, а. Нету? Вот он, вышел термин. Термин 9000 вышел. Все очень плохо для нас. Давай, поехали. Ульта, что ли, мимо прошла, нет? Опа-на. Мы его немножко оглушили. Вот он, вот он, ребята, этот шанс. Который мы продинамили уже. Мы продинамили с вами шанс. Вот так вот я вам скажу. Достает говнюк, да? Смотри, он достает своими ракетами до моей ведьмы. И он еще и встан ее и уничтожил вообще в корень. Нет. Не получается пробить. Что же делать тогда? Ну-ка. Так. Ульта тоже эта фигово срабатывает у нас. Блин, я офигею. Тут, оказывается, не только щитоносец. Тут еще нам дает прикурить вот этот вот джаггернаут вражеский. Понимаешь, к чему я говорю? То есть с одними всадничками на журавле мы здесь фиг что сделаем с вами. Вот так-то. Неа. Нифига не получается. Нифига не получается. Да что ж тогда мы с вами тут можем придумать-то такого? Вот сижу сейчас и думаю, что мы можем здесь придумать. Знаешь, у меня какая-то дурацкая идея. Это взять Таракошу. Вот в отряд. Не знаю почему, но хочется взять Таракошу. Он как танк должен быть хорош, но он слабенький по уровню. Вот, смотри. Практически подобрались мы к этому хламону и все равно мы нахлобучили. Ну. Давай, ведьма, 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 давай. Ульта пошла. Жик. Что он делает? Он встанет, что ли? Нет, какой-то бред. Заморозка, это все хорошо, но не вовремя. Не вовремя все это выпадает, блин. Когда у меня нет армии. Сейчас все полягут. У нас, кстати, опять же, ребята, фейл идет. И по времени, и по урону по замку. Тут ниндзя не катят. Нет. Фигня это все полнейшая. Все это полнейшая бредотня. Не можем справиться с термином. Ё-моё. Пипец какой-то, а. Ужас просто. Просто ужас. Сейчас замок нам разнесут. Я не могу противостоять этим двум танкам. У него, знаешь, что еще бесит? У термина очень дальняя атака. Ты посмотри, насколько он на пол экрана почти стреляет свои снаряды. Это, по-моему, самая имба. Больше никто так не может бомбить. Ни один из моих юнитов или боссов. Поехали. Хорош, блин. Достал он меня в корень. Я серьезно тебе говорю. Он достал в корень. Да, я потратил гемы. Все. Он меня просто достал уже. Серьезно вам говорю. Попробуем взять преимущество и забомбить его. Получится уже или нет, я не знаю, честно говоря. Ну куда? Так, ну-ка. Да ёппарь СТ. Да как такое может быть-то? Твою мать, а. Я офигею. Я взял преимущество. И такое ощущение, что у него тоже преимущество, да? Смотри. Армию одного за другим клепает. Просто одного за другим. Юниты не дешевые, а он их клепает одного за другим. Я офигею. Ладно. Давай попробуем, попробуем. Так, заморозка. Так, надо побольше, ребята, всадников вот этих вот наделать. Может быть, всё-таки получится. Где? Где твой этот? Я не вижу. Где термин? Должен быть. Но его нету. Его почему-то нету. Мне это немножко настораживает даже. Я хоть тот уровень взял. Да нет, тот же, ребят. Чё вы? Всё. Расколбасили, блин. Ну, пришлось, ребята. Пришлось потратить 10 гемов. Ну, это пипец какой-то. Просто. Как? Как нам? Блин, ребята. Придётся переигрывать. Нам нужно прожить так, чтобы нам не нанесли урона. Да, всего лишь прожить, чтобы нам не нанесли урона. Как нам это сделать? Я не знаю, как такое вообще можно сделать. Хотя нет, вру. Ребят, знаю. Мы просто с вами идём дальше. Мы идём с вами дальше, а потом будем уже допроходить. Потому что, ну, фиг его знает, как тут быть. Фух. Иначе мы здесь зависнем с вами. Так. Тут у нас страж и жаба с пушкой. Угу. Страж и жаба с пушкой. 85 уровня. Буквально, ребята, 5 уровней. Всего лишь разница. Ну, почему такая жёсткая-то фигня получается, а? Пробивает и всё. Пробивают нас и всё. Ладно. Давай попробуем с вами вызвать Джаггера и прикроем баллистой. Будем баллистой прикрывать. Это, я думаю, оптимальный вариант. Потому что там ещё жаба с пушкой у нас вон вылезла. Каракатица несчастная. Так. Давай прогреваем, прогреваем. Фаербольчик вдогоночку им туда. Вот. Посмотри, какой страж крепкий. Просто он крепыш, блин. Его бомбят, бомбят. А ему пофиг. Он отбивается. Ух. Да. Вот такие вот веселухи у нас начались по игре, ребят. А вы думали, что всё будет легко и просто хренушки. Я уже понял это. Знаете почему? Как у нас пошло ежедневное событие. Как говорится, нас там вздрючили по полной программе, да? Ну, первую победу нам дали сделать. А потом всё. И вот так вот и пошло дальше. Сикость-накисть, ёлки-палки. Второй этап. Кто прибавляется здесь? Прибавляется Тритон. А с чего он вдруг здесь-то появился? На такой ранней игре. Со второго уровня. Странно. Сейчас он... Представляешь, Тритон сейчас будет усилять стража. Да-да-да. Причём, вы не забывайте, что он не использует... Враг не использует свою ульту. Вот этот вот пилон пчелиный должен выпускать яйца, которые потом вылупляются, и из каждого яйца вылетает улитка. Смертоносная, ребята, улитка. Но он почему-то этого не делает. И вам не кажется, что вот, например, страж идёт как-то размазанно? Мои персонажи все гладкие, да? Такие вот чёткие, прорисовка. А вот страж... Смотрите, 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 что он делает. Вот он, Тритоша, ребят, во всей красе, блин. Делает дополнительную броню. Всё, что полагается. Так, минус жаба с пушкой. Минус три тонн. То есть дальники отлично с ним справляются. Но это только дальники. Погнали, погнали, погнали. Радость моя. Беги. И ни в чём не сомневайся. Так, бомбим. Бомбанули. Погнали дальше. Давай-давай, расстреливаем, расстреливаем. Так, погоди-ка секунду. Давай вызываем Джиггернаута. Ох ты, тут смотри. И ураганчик, и заморозка. Всё в одном. Почему вот на последнем боссе такого не было, да? И ураганчик сразу же. И заморозка. Тогда мы бы этого термина 9000 просто сразу бы в бараний рог бы загнули и всё. Так, смотрите, здесь надо быть аккуратнее, потому что здесь добавляется бородавочник. Бородавочник чем опасен? Да, естественно, своей истерикой. Потому что он может выбежать и так кидануть тебе через бедро. Бросок сделать. Что-то сразу отдуплишься. То есть моментально и отлетишь, да ещё и можешь подохнуть. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Смотрим, как он выходит. Главное посмотреть, как он выйдет. Если он... Вот, он вышел спокойно, значит всё нормально. Всё равно мне кажется, что они как-то смазанные. Вот враги. Вот жаба с пушкой идёт чётко. А вот именно бородавочник какой-то смазанный. Так, что-то мне не нравится, как тут всё, ребята, идёт. Ты посмотри. Фаербол. Так, минус. Так, подожди, не подставляйся. Не-не-не-не-не-не-не. Ты смотри, что он чуданул, а. Взял баллисту, а уничтожил. Хмырь. Ну. Давай-давай-давай. Бородавочник уничтожили. Так, погоди. Какая-то фигня получается. Баллиста. Всё дело в баллисте. Если баллиста с нами будет, мы здесь должны выиграть. Так, минута. Полторы минуты осталось всего лишь времени. Слушай, ну и есть шанс небольшой выиграть. Две мыши. Плюс баллиста сзади прикрывает. Ураганчик здесь вылетел. Слушай, ну вот так вот уже другой разговор идёт. Совсем другой. Заморозка ещё. Везёт нам просто. Просто везёт. Так, расстрел. Ещё приворожение было. В общем, всё. Тут мы с вами прошли. Довольно легко причём. Я думал, бородавочник здесь будет чудить по-жёсткому. Но... Всё получилось изейше. Потому что он очень редко делал истерику. Так, предпоследний уровень. Здесь... Ой-ёй-ёй. Здесь у нас хищнец открывается. С хищнецом нужно быть поосторожнее. Даже, я думаю, вот этот вот уровень должен, в принципе, зайти. Наверное. Не уверен. Но проверим. Так, здесь у нас друидка, да? Босс-друидка. Чем она нам может помочь? Так, погоди секунду. Идёт. Идёт уже Ахламон. Ахламон уже идёт. Прыгает. И посмотрим, кто кого. Блин, хищнец, ребята, меня рвёт. Ну вот так. Опс. Слушай, погоди, 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 парень. Ну? Да ядрит тебя на корень. О! А как? А как? Подожди, как он, блин, отхилялся-то? Он же не может хилять. Пипец. Как он хильнулся? Смотри, он же не хиляется. Чё за фокусы-то тут творятся-то вообще? Не понимаю я. Чё за бред? Как он отхилился? Кто мне скажет? Я не понял. Вот тебе и новости, ребята. Не хилялся. Тут он вдруг начал почему-то отхил получать. Может быть, у него какая-то способность есть такая, а? Хиляться. Я, честно говоря, не проверял. Не читал. Так, убежал. Секанул и почесал от нас. Не, ребят, этот отряд, ну, вообще никакущий. Ну, никудышный. В данный момент он... Не-е-е-е-е-е-е. Нас тут просто рвут. Нас тут просто... Вообще загибает. Нагибает по черноку. Всё, ребят, фейл. Базу раскатали. Даже не буду тратить никакие гемы. Этот отряд здесь не годится. Против хищница не получится ни шиша. Только имба здесь зарулит. А имба это вы сами знаете, какая у меня отрядка. Это вот эта отрядка. Ну, может... Кстати, здесь-то у меня ещё ребята непрокаченные. Ёлки-палки. Чё ж я смотрю и думаю, что-то здесь не то. Они у меня непрокаченные. Вот оно что. Погоди-ка секунду. У нас чё, чумная мышь пропалась или... Нет. Показалось. Я уже думал, что её можно апнуть. Так, голем по максималке. Джаггер по максималке. И на базу не хватает. Ух. Как думаешь, прокатит? Поехали, посмотрим. Погоди-ка, то он же хищнец. Кто у меня будет? Голем прикрывать, если только? Ладно, посмотрим. Может быть, голем справится с хищнецом с этим. Тут такой отряд, ядрить его на корень. Хищнец, все дела. Нужно быть предельно аккуратным. Посмотрим. Удиваться всё равно некуда у нас. Вот он идёт, 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 идёт. Сейчас, естественно, он будет прыжок свой делать. Ах ты! Какой вонючий потник, а! Всё-таки он подбил. По базе попал, ребят. Что за непруха-то, а! Вот это я совсем забыл, что он делает такое, а! Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ну это глупость была с моей стороны. Ускоряемся. Это глупость. Причём непростительная. Слушай, по-моему, здесь тоже нифига не получится. Судя по тому, как тут всё идёт, вообще не катит. Только деньги всё в разные стороны разлетается. М-м-м, мой, ребята. Да как ты хиляешься-то, никто не объяснит, как он это делает? Он же не мог никогда хиляться, ёпорстая. У нас голем может хиляться, но не этот. Чепушила, блин. Какая-то фигня нездоровая. Ты посмотри. Просто восстанавливает себе здоровье в полном объёме, блин. Всё, фейл. Нет. Чё, живём маленько? Маленько, блин. Всего лишь маленечко, ребята, живём, ё-моё. Ну, хана, да? Твою ж маковку. Вот она, ребята, жесть пошла. Началась. Как мы дальше будем, я не знаю. Называется, получили 80-й уровень, как говорится. Прослаблялись и хватит. Теперь получи полный звездец от всех. Звездец, люлец. Поехали. Две энергии есть, мне этого достаточно, чтобы, я думаю, пробить тут всё к ядрени фени. Сейчас буду молотить. Просто безбожно. Фух, сосредоточились по полной программе. Я жду. Где тот Хонорик? Сейчас выйдет. Вот он. Вот он, тот Гаврик. Бежит. Слушай, а Ронин, интересно? А? Ха-ха. Малорик Ронин. Ты, как всегда, на высоте не подвёл меня. Умница. Давай, давай, иди сюда. Тебя мы встретим. С распростёртыми объятиями. Так. Ну что, будет ещё выходить? Конечно будет, ребята. Конечно будет. Так, а ты иди отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Замораживает всё, все дела. Ну ещё бы. Ну мы пробили его. Слушай-ка, неужели мы сейчас быстренько тут его зафигачим? Посмотри. Пипец. Вот как вот один отряд просто убивает на ура. Другой же сопли жуёт, а? Как у нас вот это получается? Это вообще рандом просто несусветный, ребят. Так. Смотрим. Здесь у нас, в принципе, для ведьмы вот этот Хонорик, это ерунда полнейшая. Потому что он, ну, завладевает, так сказать, разумом моих бойцов. А если у нас будут здесь идти на первом, на первом ряду зомби, пускай он завладеет разумом зомби. Так что всё хорошо. Единственное, тут надо контрить, опять же, хищница. Он здесь есть причём. Также здесь есть прыгун. Ой, прыгун, бородавочник, ребят. Вот, бородавочник вышел спокойненько. Это хорошо, это радует. Ой-ёй-ёй. А, ну в принципе нормуль. Давай там, делай свой супер прыжок, и я тебя подловлю. Гадёныша. Упса! Не ожидал, да? Хе, парнишка. Естественно, он не ожидал, что так будет. Так, ну-ка посмотрим, кто кого. Ну, по идее, мы должны быть крепче. Крепче, офигеть, как крепче. Так, надо всадника вызвать на журавле. А на самом деле, здесь надо не всадника на журавле вызывать. Здесь надо вызывать нам ведьму. Вот что я вам могу сказать точно. Хопс. Снесли. Ну что, ведьма. Погнали. Где там этот повелитель разума-то? Я его не вижу. А вон он идёт. Собственной персоной появился. Так, погоди-ка. Вот это вот нам не надо. Таких вот фокусов. Парнишка. Ронин. Ай, зачем ты? Мага-воина, блин, захватил. Гадёныш. Под своё крыло. Да что тут происходит-то? Ну, уничтожен. Нет, пока ещё живой. Ты посмотри. Смотри, живёт гадёныш. Есть. Минус. Минусанули мы его. Так. Кого он там бомбит? Слушай, он бомбит мою ведьму. Прыгунец-то этот. Хищнец-прыгунец. У него ничего не вышло. Идёт следующий отряд. Так, он перепрыгивает. Здесь мы его подлавливаем. Привет, родной. Далеко ли собрался-то? Так, 33 секунды. Фигня получается какая-то, ребят. Опять получается ерунда. Опять у нас ничего не выходит. Как такое может быть? 23 секунды, ребят. 23 секунды. Ураганчик пошёл. Жих. Давай-давай-давай-давай. Разносим, ребята. У меня последняя эта попытка была. Ну. Ульта. Есть. Шикарно. Фух. Да. Очень тяжёлые уровни пошли. Очень тяжёлые монстры. Комбинации какие-то просто несусветные, ребят. Ух. И мы перешли на подданных с вами. Но у меня, по-моему, с энергией вообще проблема капитальная. Сейчас я проверю. Ну, давай-давай-давай. Не томи. Да не томи, говорю, меня. Так, сверяем. Могу башню прокачать свою, да? Здесь тоже башню. Ладно. Давай сделаем. Так, энергии нету. Энергии нету. И этим отрядом это точно я не пройду. Хотя можно посмотреть, кто там и что там. Кто хотя бы будет на начальном. Так, фехтовальщик и мечник. Давай попробуем. Фехтовальщик и мечник. Кто у нас тут будет? Я не знаю, ребята. Успеем паладина вызвать? Как думаете? Навряд ли. Хотя нет. Почему? Навряд ли. Воу-воу-воу-воу. Так, давай попробуем. Конечно же, нужно прикрывать. Молотильщиком будем это дело делать. Йо, как ты так де... Пипец. Звездец. Свинец. Хренец, ёп, парасетэ. Ха-ха-ха-ха, да, конечно, жесть. Да, ребятушки, вот так вот вы думали, что всё будет всё легко и просто. Балалайку. Да. В общем, всё очевидно видно и без моих слов. Ладно, ребятушки, будем закругляться. Увидимся уже с вами в следующей серии. Да, проигрышев стало намного больше, чем выигрышей. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»!